В имя Отца и Сына и Святаго Буха. Сидечно приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, с этим светлым, радостным праздником Среднего Господня. Этот праздник тесно связан с заветной историей, потому что, когда было гонение против израильского народа в Египте, и порой он желал, чтобы умертвить всех первенцев, Господь дал повеление через пророка Моисея, чтобы все первенцы израильских были посвящены Господу Богу. И это было правило на все века до рождения и после рождения Христа. Потому что было правило, что в сороковой день женщина должна была приходить в храм Иерусалимский, чтобы очиститься через молитвы и чертоприношения. В Евангелии мы знаем, что Господь был принесен младенцам, во-первых, восьмой день для опресования, а в сороковой день для того, чтобы Его освятили. Он был через пречистую Деву Марию принесен, посвящен Господу Богу. По какой причине нужно было пречистить Деву Марию и Спасителю Иисусу Христу исполнять эти законы очищения, освящения, ведь Спаситель безгрешный, вечный, Творец мира сего. Пречистая Дева Мария родила в Духа Святаго. Они не нуждались очищения, но для того, чтобы они были приняты израильским народом как свои, как посвященные правильному законам, они должны были пройти эти ритуалы, пряты, освящения, очищения. Иначе не признали бы люди Спасителя как Бессил Бессил Христа. И также Божью Матерь они не признали бы как настоящую израильзианку. Поэтому Богу угодно было как бы смениться и принести эти жертвы и быть очищены храмами Солмонов. Там, как мы слышим из Евангелия, был старец Симеон, которому Господь отшил, что он не увидит смерть, пока не увидит долго ожидаемого Мессии Христа. И Дух Святой его привел в тот момент, когда Иосиф Марий пришел в храм для неношения жертвы. И он увидел своими духовными глазами того, который ожидал человечества, столько поколений. И тогда он взял младенца в руки и сказал, ныне обращающе обращаю во святого миром. То есть наконец я увидел Спасителя, Мессию, и я теперь могу умереть спокойно и с радостью. Вот эта молитва ныне отрушающая мысль, всегда слышим служба вечерней они слова святого Симеона. Сегодня прославим Господа Бога, Божью Матерь, за то, что они исполнили эти предкосоветные постановления, но через свое воплощение и распятие на Христе Господь дал нам свободу, духовную свободу, быть близким к Господу к Нему, к Господу Богу, потому что Он дал нам искупление за грехов нашего человечества и открыл нам возможность вернуться в состояние райское через очищение, через молитву, через наше очищение и жизнь церковную, через принятие святых таинств и строй. Поэтому сегодня поздравляю всех вас, желаю, чтобы вы все трудились, молились и старались достичь, пока есть время на земле, будущую жизнь, радости, Господи. Еще раз послуждаю вас, желаю вам крепко здоровья, сил, Божьей милости, русских вашей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...